Здравия соратники! Это чистая перегрузка. Да, но у меня кажется разная температура плавления. Как их плавили? Как их паяли друг друга? Цельные монолитные камни. Сразу каждое плавление соединяем. Все остальное херня. Камешки, колонны. И снова здравия. Казалось бы, избитая тема. Но давайте поизучаем Исакий. Смотри, другой материал явно. Другой. Я иногда буду комментировать собственные съемки. Действительно, камнерезное искусство. Свастика. Включая вот эту свастику на полу. Оно недостижимо сейчас. Я покажу и докажу это. На самом деле, действительно, то, что там есть, сейчас нам не повторить. Никакими 3D станками и принтерами. Измечательные эмиттеры. Я тут иногда дублирую на английском, потому что планировалось, что на два канала будет. Но это не суть. Пойдем по центру снимать. Очень много народу. Но мы постараемся еще до ковидной Исакий показать вам. Мы с моим другом Юрой Нигагариным. Канал будет по ссылке в описании. Свастика там не случайно, потому что все открыто показывает, как двигались энергии в Исаке. Как они расходились из центра. И я покажу на полу всегда схему. И мы сейчас это поизучаем. Юра тоже заметил интересное сходство некоторое технологическое. И мы сейчас постараемся вам Некоторые вещи показать. Интересно, что скажут официальные историки, официальные экскурсоводы по поводу вот этого стержня. Ну, просто забили гвоздик в гранитик. Ну, и остался он. Да? Или все-таки там стояла что-то. Катушка. Это какое-то заземление, которое выдает. Интересно, что все-таки внизу. Что дальше? Какое оборудование здесь стояло? Зачем вот эти 5-метровые или 6-метровые двери огромные? Для каких-то маленьких людей, которые там ходили? Потому что явно это не случайно. Там и маленькие двери, и большие. И не случайно свастика по контуру, чтобы показать. На самом деле это не свастика. Это такой технический прием. И другой материал имеет другую проводность. Об этом очень хорошо рассказал Мишин. Об этом рассказано в моем курсе «Антенны прошлого». Смотрите. Ссылочку постараюсь дать в описании. Зачем вот эти вот элементы? Версия постройки не выдерживает никакой критики. Как и современная версия вот этих вот всех мер по борьбе с коронавирусом. Слишком много вопросов. Каким образом нужно делать вот эти вот канаты? Колонны? Угу. Пиздец. Это кратко. В лесах. Колонны. 76 метров. 110 тонн каждая. 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 Зубной врач. Угу. Уже все. Все. Отлично. Уже есть. Уже есть. Действительно не было вот этого здания, когда все это строилось только. И я не думаю, что много англичан было, чтобы писать это на английском. И совершенно непонятно, как вот этот элемент впендюрили. Это из другого камня. И тут совершенно другая технология. Не как у нас. Как мы косяк делаем? Мы берем две доски и на стыке у нас такая вот прорезь. Мы соединяем две доски под углом. 45 градусов. Получается угол 90 градусов. Здесь углы монолитные. Ну а вставки наоборот в центре иногда, как залили. То есть была совершенно другая технология применена. И видны стыки. Стыки настолько уникальные, ювелирные вставки, что вот сейчас такого уровня не достичь. Это явно камень был как-то размягчен, вплавлен друг в друга, как вот в начале я показал. И так он застыл, потом как-то отшлифован. Эта технология невероятная и невозможно ее повторить сейчас. Она неповторима современными условиями. Один камень, один кристалл влить в другой. Сделать вот такие ажурные. Опять же каменные. Они покрыты по золотой. Резонаторы, потому что это не элемент декора, украшения. Это не для красоты абсолютно. Нереально сейчас. Давайте просто полюбуемся. Вот это все сфокусировано в одну точку излучения от всех этих розочек, так называемых. Для чего эти розочки? Смотрите другие мои ролики, на канале давно было. Они все сфокусированы в одном месте, чтобы создавать стоячую волну и создавать нахлёст волн в одном месте. И там изменяются свойства. Есть ролик про левитацию, звуковую левитацию, вибрации. Это все одни технологии. Это все было у нас до вторжения. И об этом я тоже много рассказывал. Смотрите ролики. Смотрите канал сначала. Если вы в Нови впервые здесь. Невероятные технологии. Вот вы можете прямо сейчас видеть. Казалось бы обычный пол. Но он далеко не обычный. Шахматный. Говорят масонский. Да нет. Это все было у нас раньше. Неровно. Чем они шлифовали? Уникальную конструкцию деревянных лесов. Печная модель лесов представлена у нас в музее. И мы сейчас с вами ее рассмотрим. Пожалуйста. Сказки. Забивки свои. Чем они забивали свои какие-то? Вид разборки сохраненных частей прежней церкви. Какая разборка кирпича? Никаких аналогий с тем, что происходит сейчас с теми технологиями, которые мы используем в наше время. Никаких аналогий с единой архитектурой по всему миру. Никаких аналогий с магнетроном. А это между тем абсолютно похожая. Одинаковая технология наложения полей, создания полей, направления по всему миру. Это современный магнетрон и это увеличенная, по сути уменьшенная пропорция всех купольных сооружений, так называемых храмов по всему миру. Если кто-то думает, что это для помолиться, то это слишком сложные структуры и слишком сложные сооружения, чтобы просто помолиться. И используемые материалы там тоже, мягко говоря, сложноватые. Потому что тот же Исаки имеет хреновую тучу резонаторов, около 100 тысяч штук горшков. Но это горшки. Вот как это сделали у меня, просто никаких вариантов. Это разные камни, разные материалы. Как это выпилили, какими станками, невозможно описать. Но в то же время они вставлены друг в друга и слиты. Это как монолит, но это разные материалы. Это то, что я показывал в начале. Столик, просто столик, но разные кристаллы. Как ребенок пластилином игрался, налепил разных кристаллов, а потом зашлифовал. Здесь тоже самое, абсолютно разные материалы. Где взяли тот клей, которым даже склеить, если это склеить. Но это не склейка. Так вот, к куполу. Купол напоминает резонатор, рупорную антенну и в то же время элемент магнетрона. Один в один. Нереальная сейчас технология. Куполов три. Вот эти колонны тоже являются узлами. Узлами напряжения в волноводе. Это все волновод, рупорная антенна. Это просто другой размер, другой масштаб, другая шкала. И все, масштабируемо. Сейчас мы делаем все то же самое, только намного меньше. Это всего лишь мое субъективное мнение. Чуть позже я расскажу об этом. Средний купол Исакия, а там три купола, из золота и ртути. Ртуть имеет магические свойства. Особенно красная ртуть, которая всегда вот в этих вот яблоках под фрактальными антеннами. Курс антенны смотрите на канале Цельнозор. Если вы вновь, многое будет понятно. С фрактальной антенны берется сигнал. Усиливается красная ртуть, вот в этом яблоке в шарике. И затем подается вниз сигнал на рупорную антенну. Рупорная антенна, она создает стоячую волну внизу. А затем это все распределяется шире по волноводам, по прошпектам так называемым. Это горизонтальные волноводы, все есть на канале, смотрите если вы впервой. Эти технологии, это использование этих материалов совершенно не случайно. Все что мы видим технологично, да красиво, но для помолиться, ну вряд ли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь метров. Да, исключительно для помолиться, но вопрос, где тот диск, а железом даже невозможно это пилить. Это нужен более твердый материал, то есть алмаз. Где этот алмазный диск, который вращали более 3000 оборотов в минуту. Для того, чтобы отпилить, этот диаметр должен быть более 3 метров. Радиус соответственно 6,5 метров, потому что еще как-то на ось закрепить. И по таким же невероятным лесенкам, таким же штампованным, уникальным, ну как штампованным, одинаковым, каменным, выполненным по той же технологии, мы поднялись наверх. Потрясающий вид. И то же самое. Никакого свойства с магнетроном. Это просто для красоты и просто для помолиться. Иначе никак. Это не полутора метровые излучатели. Это просто для красоты розочки. И это не фриз, как замечательно написал техденсер для того, чтобы эфирные волны загибать наверху колонн. Это просто так строили. А вот эти решеточки, очевидно, чтобы молитвы не выскакивали из-под купола. Это не сетка Фарадея ни разу, чтобы внутри держать напряжение и волны. Это просто чтобы молитвы не выскакивали наружу. Совершенно верно. Вот эти вот купола, они не подстроечные по контуру. А вот тут вот мы видим остатки чего-то, что что-то держало. Какие-то, наверное, были еще технические катушки. Но это просто так строили. Были загогулины, их решили впендюрить в оконный проем. А вот эти вот балки, которые, наверное, построили потом. Потому что по официальной версии, ну не могли в 1820 или каком-то году построить. А вот это никакой связи со современными и аналогии с современными техническими устройствами, которые мы видели. Абсолютно. А вот тут медью покрыли. Тоже исключительно от нечего делать. Никакой технической цели, никакой технологической цели не было. Просто много медных листов и решили вот так вот загнуть. Равно как и вот эти стены покрыли медью. Вот с этими заклепками. Исключительно для теплоизоляции, наверное. Вот тут мы видим интересные вещи. Металл, металл. Это краска. Илья Илья Ильин, Андрей Вороничин, Андрей Заханов, Василий Стасов, Федор Шумин, Петр Клосс и многие другие. В настоящее время в стенах академии художников работают с сетками... Металл. Копер. И пейнт. вы думаете соратник воины это кстати тоже воины есть такая версия что поскольку все статуи были с натуры там даже морщинки родинки все копируется того человека с которого все лепили то и это не случайно все эти воины когда-то жили и были на это всего лишь моя фантазия паранойя как вы думаете вот наверху вот эти вот вот этот купол это реально чтобы просто помолиться или по какое-то иное значение соратники включайте мозг наконец вот эти заклепки которыми прикрепили же медные листы толщиной где-то пол сантиметра там несколько миллиметров медные листы и вот эти медные листы и чтобы обжать нужны очень-очень большие прокатные станы не говоря о том чтобы изготовить это все очень хочу чтобы какой-нибудь инженер объяснил мне как все это делали металл нет снаружи зачем-то медь тоже нам для утепления и покрасили вот заклепки везде да 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 причем пытались так явно и нарочито закрыть закрасить все эти стены чтобы скрыть что это все облицовано медью причем поленились даже снять потому что там что-то видимо еще интересное так вот они постарались это скрыть то что снаружи листы меди и закрасили под штукатурку вопрос а нахрена видимо студентов приглашали художественного факультета закрашивать да и раз ты еще разных людей кто там почтальон печкин заклепки металл металл бубнеж этого экскурсовода он ряд реально поддостал такую херню чешет но то что вот заземление оно там не росло это факт оно не местное его потом поставили чтобы реально вся энергия сливалась вниз чтобы не было резонанса и стать его потрясающий шикарный вид народ отдыхает место просто само фонит да еще здание такой там от отличная энергетика и вот эти вот все элементы они тоже там не случайны и вот этот купол он абсолютно на своем месте он технологичен но сверху вот это вот прилепили позже вот этот желтый цвет это бронза изначально все было зеленым то есть медным и медный оригинальный купол как мы видим вон он внизу остался а сверху вот это поставили чтобы якобы золотое чтобы якобы было красиво это резонатор как в акустике используется оригинально он был из чистой меди и он остался внизу и там другая технология другие заклепки а сверху эту порнографию налепили вот не технологично вот сверху то что я показал фотографию это было изначально вот такого цвета все было вот такой купол вот это кстати тоже светильник никакой аналогии с тем что сейчас есть некоторое устройство что-то было там вот на этом типа факеле который держит ангелы все но мне хватило зарядке все мы прошли взять аналогии с этими допустим с ангелами с телевизионными у каждой телевизионной антенны ну практически каждую согласующую теплю да? джей элемент получается джей элемент на ТВ антенна в месяц в смысле если их находить меня больше интересует откуда идет этот провод вот это затепление необычное да обычное я сомневаюсь что оно оригинальное оно не оригинальное или сейчас потому что инфарит, глупит, грандит make it not real to turn it off а тут гуляли энергии когда она работала наоборот а вот сейчас чтобы не работала заземляют чтобы разности потенциалов не было чтобы как будто это была часть земли а если это делать не часть земли то вот здесь пространство будет резонирующий купол с этим большим это подстроечные четыре по кругу по кругу идут подстроечные и на одной частоте и вот фазоинверторы которые вот слуховые окна они дожат чистоту смотри у него ключи какие во 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 кто там почтальон дождь заземляно смотри смотри медь да видно сам по себе медь здесь копер пьюр копер вот так вот как раз платье вот две минуты даже смотри вот толщина толщина листа одной из крупнейших культурных и промышленностей ну где-то полсантиметра пять миллиметров официальные историки могут сказать что было просто дохрена медий прокатных станов и поэтому взяли и покрыли снаружи ну чтобы дольше стояло так во славу божию как бы ну никто не сомневается однако вопрос технологии дабы не оскорблять чувства верующих я просто спрашиваю а как я уже не спрашиваю на фейхуа это все строили потому что как бы бог то он везде как я не спрашиваю зачем вот эти колокола и почему они так почему вот абсолютно не приспособленные для подвешивания ушки там которые совсем не ушки тоже технологичные вещи я уже не спрашиваю как вот эти ложбинки делали чем выдалбливали какими я не знаю лбами или пиписками да монолит пустая а это пустая ну это типа заземления да какой просто для красоты повесили все это потому что повторюсь было дохрена медных листов просто для красоты а вот эти балки ну просто крепостные на кузне на коленке сделали либо все-таки был какой-то иной вариант иное объяснение всему этому строению как ты считаешь соратник пиши в комментарии добра и до новых встреч 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 Продолжение следует...